всем привет и как вы уже поняли я была в фикс прайсе и это мой последний забег перед отъездом так сказать в отпуск на отдых кто не знает я уезжаю на 2 месяца на дачу но буду приезжать обязательно и буду радовать вас видео так что подписывайтесь итак давайте же покажу вам что я взяла оказывается в фикс прайсе самые дешевые веники всего 99 рублей то время как в том же хозяйственном у нас рядом с домом они стоят 150 а в по-моему в обе или в леруа они стоят около 300 рублей так что фикс прайс за веником но смотрите он очень странной формы то есть я таких веников не видела обычно веники скошены здесь веник прямой и скорее всего его нельзя ставить то есть его нужно приделать на ручку какую-то веревочку и подвешивать его иначе он весь погнется вот но веник довольно упругий конечно сделано не лучшим образом то есть видите у него везде везде что-то торчит но за такую цену веник в принципе неплохой и давайте перейдем дальше как обычно даже не то что как обычно я купила три таких вот контейнера я вам как-то говорила уже в покупках фикс прайса что у нас они кончаются 50 рублей стоит я их купил уже 6 штук и вот у нас в магазине было последние три штуки и я решилась я их взяла так сказать забрала последний не знаю появится ли они еще в продаже но у нас их больше нету также увидела вот такую пилочку тысяча четыре тысячи полировальную полировочную в общем-то решила взять поскольку не могу найти наждачку именно так с таким с такой зернистостью поэтому попробую вот этой если помните вот я вам показывала сережки я полирую пока у меня ничего не выходит все таки остаются следы буду пробовать такой штукой в любом случае крайний вариант у меня это граверная машина гравер с насадкой полировщик вот буду пробовать потом расскажу соответственно это не для нейл арта это для творчества взяла вот такие вот одноразовые бритвы вчера и позавчера то есть два дня потратила на то чтобы найти бритву вот у меня дома то есть помню что вроде она где-то была но куда я ее положила не помню в общем-то перерыла весь дом поняла что надо взять вот такие на всякий случай все-таки еду на два месяца на природу там у меня ничего такого не будет и что вы думаете вот сейчас готовилась к съемке фикс прайса и обнаружила ту бритву свою которую искала два дня но в любом случае пригодится попробую расскажу я выбирала между фикс прайсовскими в розовой упаковке которые сделаны в китае и этими которые сделаны в россии в общем то решила выбрать этим расскажу как они по качеству вроде как здесь лезвия покрыты платиной но не знаю может быть это просто рекламный ход и увидела не смогла устоять наша солистская миска сломалась ну как я вам по моему ее показывала не показывала в общем как-нибудь покажу у нас была двойная такая мисочка керамическая и на нее упала кастрюля из шкафа так судьба повернула что она выскочила упала на миску это раскололась а вот там очень неприятный край и я увидела эту розовенькую такую девчачью ну как я не могла устоять 50 рублей за керамическую миску вы что если бы я пошла в те же четыре лапы я бы такую миску купила бы минимум за 300 рублей а тут она 50 надо брать так значит из еды единственное что я взяла это мои любимые хлебцы с луком они наконец-то появились но на полке их было немного потому что видимо народ заценил они очень вкусные не содержат никаких вредных ингредиентов возьму на дачу буду там хрустеть так для творчества еще взяла вот такой блокнот давно хожу вокруг этих блокнотов они просто белые листы здесь правда не очень толстые то есть довольно таки тонкие я бы даже сказала тоньше чем ксероксная бумага то есть максимум чем можно на них рисовать это карандаш либо гелевая ручка либо что-то в таком духе маркер фломастера не вряд ли возьмут ну и соответственно ну можно цветными карандашами но тоже не очень удобно такой тонкой бумаги я взяла для набросков потом вам расскажу что это за наброски вот такой мне понравился больше всех там разные были совершенно расцветки но вот такой был единственный и он мне очень понравился цветочками по летнему вдохновляющий тем более у меня такая задумка цветочная стоил он 50 рублей и в общем-то взяла для набросков обязательно вот такие вот штуки потому что в этом году комаров просто невероятное множество откуда они берутся и какого фига они до сих пор не улетели никуда то есть уже июль а комаров просто тьма тьмуще и даже удивительно то есть вот ну обычно бывает к вечеру там когда пасмурно становится заходит солнышко прохладненько появляются комары но комары есть даже в жару то есть средь бела дня жара 30 градусов и к вам липнут комары это просто кошмар поэтому взял такие вот штучки взяла разные поскольку у нас был крем гель из фикс прайса не помню как называется покажу вам потом на дачу когда приеду он уже не очень-то помогает вот видно уже срок годности его попали шел к концу и вот появился гартекс именно фикс прайсе я удивлена обычно хорошие фирмы фикс прайсе не появляются ну видно уровень уже стал другой магазина поэтому появились и такие взяла разные поскольку крема не очень надолго хватает может быть спрея будет хватать на дольше причем еще спрей чем хорошего можно побрызгать на одежду то есть например когда идете в лес там за грибами ягодами можно побрызгать на одежду а не на себя и комары не будут вообще к вам подходить вот и крем для тела ну и так же давно собиралась давно ходила кругами вокруг этого тазика конкретно этого это девять с половиной литров конечно хотелось бы зеленый но у нас были только ядрёно-розовые и синие поэтому взяли синий и еще мама взяла вот такой вот побольше он стоил подороже уже и здесь 12 литров он я выбирала именно чтобы пластик был довольно плотный я думаю что многие видели рядом стояли вот этот вот тазик с девять с половиной литров за 50 рублей и такой же круглый но по моему за 77 рублей и в нем 12 с половиной литров здесь качество пластика намного лучше то есть здесь есть и ручки и довольно толстый пластик такой прям жесткий там пластик более тонкий более хлюпкий я бы не советовала и вообще обращайте внимание то есть не всегда ну там цена выгодная на тазик то есть обращайте внимание на качество пластика чтобы он был плотный не хлипкий не не стоит кидаться там на дизайн потому что это все будет жить у вас один день только на время съемок вот так что такие были у меня покупки всем приятного лета приятных выходных и увидимся в следующих видео пока пока пока